У меня свершение посвящено, смотри, с перца 5-6-4-5. То есть молодой человек снова сел за руль нетрезвым, а административное нарушение превратил в уголовное преступление. Завязка у истории, можно сказать, классическая. В разгар новогодних каникул подсудимый одолжил машину у друга и решил покататься. И докатался. Встреча с сотрудниками ДПС обещала только неприятные подарки. Вас остановили? Сотрудники полиции? Да. Сотрудники ДД. Дальше? Все предложили продукцию, но у меня и отец травма нацелула, я не смогу. Это и помешало молодому человеку пройти медосвидетельствование. И раз в наркодиспансере не увидели никаких физиологических причин, автоинспекторы оформили как отказ от прохождения. И, возможно, у водителя был шанс избежать ответственности за свой проступок. Но вину он признал сразу. Не отрицал он ее и на заседании. А вы обращались с тем, что у вас травма была в лечебном учреждении? Да. Но суд и гособвинитель заинтересовало транспортное средство. И свидетель показал, что автомобиль ему продал подсудимый. Его друг. Когда первый остался без прав, машина стала в тягость. А последнему как раз нужен был транспорт. Правда, оформить сделку они успели только на уровне договора купли-продажи. Поставить на учет авто новый хозяин хотел после праздников. Кто формдал? Жена распечатала. В моем форме. А деньги вы делали? В очередной. В очередной. Чтобы стороны могли подготовиться к следующему этапу заседания и опросить неявившихся свидетелей, суд взял перерыв до следующей недели. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Субтитры создавал DimaTorzok